Попробуй немного влево и вправо. Вот это машина! Сила и мощь Ситроена! Это... Кораблик-пучеглазик признаёт своё поражение. Разобравшись с этим, мы приступили к вопросу о практичности Ситри. Достаточно ли она большая для детей Анжелины Джоли? Надо пояснить, что это не настоящие дети Анжелины. Они обошлись намного дешевле. Скажите, как вас зовут? Начнём с тебя. Как тебя зовут? Картон. Картон. Довольный клиент. Довольный клиент? Козёл. Козёл? Вывих локтя. Вывих локтя. Что, прости? Так правильно? Просто боюсь неправильно произнести. А тебе? Воксхолл. Воксхолл. А теперь посмотрим, сколько из вас поместится в Ситроене. А где мой ремень? Подождите, у Воксхолл проблема. Что такое Воксхолл? Для меня нет ремня. Есть там ремень? Нет, нету. Подожди, Воксхолл. Ремень должен быть где-то здесь. Давайте поищем его. А кто будет везти машину? Ну, наверное, твоя мама. Потому что твой папа ушёл из дома к француженке. Мой папа в Америке. Твой папа, Брэд Питт, не твой настоящий папа. Тебя купили где-то на рынке. О, я нашёл его, смотри. Ну, это странно. Ну же, Воксхолл, сядь как положено. Они все залезли. Боюсь, ни для кого из вас места нет. Вам не повезло. Да. А можно я сяду в багажник? Дружище, в багажник нельзя. Понимаешь, в чём дело? Ведь если твоя мама поедет, например, в Африку, и там купит ребёнка-инвалида, ей же нужно будет девать куда-то его коляску. Достаточно ли велик багажник для лошади? Надо сказать, я удивлён. Я думал, лошади больше. Ну да ладно, давай посмотрим, влезешь ли ты в багажник. Давай, пойдём. Вперёд. Вот так. Поднимайся. О, да. Ситроен заявляет, что у этой машины самый большой багажник в её классе. Сгодится ли она для французской полиции? Чтобы ответить на этот вопрос, мы приехали во Францию, где идёт вооружённое ограбление. Типа французский банк. Типа французская полиция. Типа полицейское радио. Внимание, 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 грабители англеса век ужасный визаж. Сейчас уехали на красном. Де Томазо Пантера. ГТС 1972 года выпуска. Очень вооружён и опасен. Типа французский банк. Возвращение. Возвращение.